Значит, первое обращение у меня к предпринимателям, которые не продекларировали свои доходы за 2014 год. Значит, этих предпринимателей мы уже оповещали о том, что они не продекларировали свои доходы через сельские поселения, требованиями, которые выставлены по доходам максимальным страховым взносом, 138 тысяч мы им выставили. Значит, и по телефону мы их оповещали об этом. Но 120 предпринимателей мы не смогли вызвать, чтобы объяснить им, как платятся страховые взносы. Из числа этих предпринимателей около 80% мы так думаем, что это предприниматели, которые числятся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не занимаются деятельностью. Также мы можем объяснить, как провести работу по закрытию этих предпринимателей. 1 января 2014 года 212 федеральный закон дополнен тем, что те предприниматели, которые получают доход сверх 300 тысяч рублей, они должны платить 1% от дохода сверх 300 тысяч рублей. Если ваш доход составляет, страховые взносы составляют больше 138 тысяч, например, за 2014 год, то больше не начисляется. Всем предпринимателям, о доходах которых мы не знаем, мы начислили страховые взносы в размере 138 тысяч. То есть они сверху фиксированного платежа, который должны заплатить 22 тысячи чем-то, сверху будут платить еще 121 тысячу страховых взносов. Просьба таким предпринимателям обратиться в пенсионный фонд, мы вам разъясним, что делать для того, чтобы аннулировать эти требования по уплате страховых взносов в размере 121 тысяча рублей. Если вы не обращаетесь к нам, взыскивание будет происходить через службу судебных приставов. Следующая тема, которую я хочу огласить, это новая форма отчетности, форма СЗВМ. Все юридические лица теперь с 1 мая 2016 года, то есть за апрель месяц, будут отчитываться ежемесячно по новой форме отчетности. Форма называется СЗВМ. Что из себя представляет эта форма? Это фамилия, имя, отчество, страховой номер, ИНН является необязательным реквизитом в этой отчетности. Значит, для чего эта форма предусмотрена? Для того, чтобы в прошлом году заморожена индексация пенсий тем пенсионерам, которые работают. Поэтому, чтобы пенсионеры не несли справки, трудовые книжки, пакет документов не собирали, теперь на основании этой отчетности они автоматом будут перерассчитывать тем пенсионерам, которые уволены на данный момент. Сейчас идет отчетная кампания по приему за первый квартал 2016 года. На бумажном носителе мы принимаем отчет до 15 мая 2016 года с электронно-цифровой подписью. Это до 20 мая 2016 года. Просьба без напоминаний предоставлять отчеты правильные, чтобы уплата там правильная была. Дальше я хочу сказать по дополнительным страховым взносам. 56-й федеральный закон утратил свою силу в той части, что вступить в него на сегодняшний день уже нельзя. Но те, которые уже вступили в программу государственного софинансирования, они могут продолжать платить эти взносы. Также государством будет софинансироваться от 2 тысяч до 12 тысяч рублей. И пенсионерам выплачиваются эти деньги на следующий год после софинансирования. Если два раза уже выплачена сумма государственного софинансирования, следующая выплата будет через...